Здравствуйте! Это новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс, что вы увидите в нашем выпуске. Печальная статистика ДТП растет. Опять погибшие на дорогах Дагестана. Подробности новых трагедий сегодня в выпуске. Акция «Дети вместо цветов» второй раз проходит в республике. Для чего это нужно в сюжете наших корреспондентов? Робототехника, лазер и виртуальная реальность. Педагоги в технопарке Кванториум постигают современные направления в науке и образовании. Два ДТП с летальным исходом произошли в Дагестане. Одно из них случилось в Хасавюрте. Там на автодороге Хасавюрт-Тлох. 20-летний водитель допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате девочка от полученных повреждений скончалась в центральной городской больнице. Водитель автомашины доставлен в отдел полиции. Другое ДТП произошло с пассажирской газелью в Гиргебельском районе. Погибли два человека. Женщины 46 и 55 лет. Восемь пострадали. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозов. Водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. Пострадавших доставили в медучреждение с черепно-мозговыми травмами и переломами. В Дагестане младенческая смертность снизилась на 21% всего за первое полугодие текущего года. Таких результатов, по словам специалистов, удалось добиться благодаря нацпроекту здравоохранения. Показатель летальности детей до года в настоящее время составляет 6 детей на 1000 рожденных живыми. В прошлом году эта цифра составляла 8. Как объясняют в Минздраве, достичь таких результатов удалось благодаря комплексному подходу к решению проблемы. Это и подготовка квалифицированных кадров, и внедрение современных технологий. Сотрудники прокуратуры в ходе проверки обнаружили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов в Дагестане, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного органа. Еще преждевременно озвучивать итоговые цифры, однако на сегодня выявлено до 200 фактов незаконного получения пенсионных выплат. Здесь и те, кто завысил себе в документах возраст, а также те, кто незаконно получил инвалидность. Сейчас ведется работа в отношении должностных лиц Пенсионного фонда России и их уполномоченных органов. Проводится проверка документов. Приводит агентство слова представителя ведомства. В России появятся суперсервисы для обжалования штрафов и оформления документов на земли и пенсии. Минкомсвязи планируют ввести суперсервисы для 25 услуг. Об этом сообщает ТАСС. Первый сервис для обжалования штрафов за нарушение ПДД начнет свой тестовый период уже в 2020 году. Позже появятся сервисы для оформления пенсии и социальных выплат, а также для подачи документов в ВУЗы, регистрации земель и т.д. Данные нововведения произойдут в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Вместо букетов к 1 сентября деньги больным детям. Уже во второй раз в Дагестане проходит акция «Дети вместо цветов». Насколько готовы родители и учителя отказаться от пышных букетов на торжественной линейке в пользу маленьких пациентов, выясняла Карина Баталова. Унылое увядание в ведрах. Именно такая судьба ждет пышные букеты после праздника. Многие преподаватели это понимают, поэтому с радостью присоединяются к акции «Дети вместо цветов». Хотя, казалось бы, они должны быть основными противниками, ведь вместо десятка букетов учитель получит лишь один. И сейчас, когда Инсан предложил мне принять участие в этой акции «Дети вместо цветов», я подумала, ну почему бы нет. Что такое, значит, цветок получает учитель и через два дня он завянет. А так, хоть какая-то помощь будет от нашей школы, от нашего коллектива этим детям больным. Преподаватели сами предлагают родителям поучаствовать в акции, ведь люди часто боятся обидеть учителя, считая, что отсутствие большого букета у их ребенка напрямую повлияет на отношение к нему. Но, как признаются сами учителя, доброе дело радует их намного больше. Поэтому многие с удовольствием присоединяются к акции «Дети вместо цветов». Я думаю, что дети гораздо важнее цветов. И если можно что-то сделать для детей, это нужно сделать, чем уделять время цветам, внимание цветам. Детям больше внимания нужно уделять. Чем вот эти цветы, которые зачахнут на следующий день или через пару дней, намного важнее жизнь ребенка. На самом деле, эта акция имеет глубокий смысл. Чем вот эти цветы покупать, которые они завянут. Лучше эти деньги детям отдать, больным, которые нуждаются. Буквально через пару дней на 1 сентября вместо букета в руках их детей будут специальные шарики и флажки, которые не просто украсят праздник, но и напомнят о добром деле. Ведь сэкономленные деньги переведут тем, у кого по состоянию здоровья торжественной линейки быть не может. Вот уже 10 лет маленькому Саиду ежедневно делают перевязки. Обычные медицинские бинты не подходят. Когда их снимают, кожа отходит вместе с ними. Нужны импортные, немецкие. Стоят они недешево. Ежедневные уходы. Таким ребенком обходится в 60-70 тысяч рублей в месяц. Вот эта одна повязка может рублей 800 стоит. Каждый день это нужно. Да, ну ты ставишь ее, крем ее. Потом сверху идут салфетки, идут медико. Потом это много чего, пока до бинта дойдешь. Деньги, собранные в акции «Дети вместо цветов» пойдут на помощь малышам с булезным эпидермолизом. Болезнь до сих пор не поддается излечению. Но если диагноз был вовремя поставлен и человеку оказывают правильный уход, то больной сможет нормально жить. Подробнее об акции можно узнать у организаторов, позвонив по номеру, который вы видите на своих экранах. В технопарке «Кванториум» состоялась образовательная сессия для педагогов Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В обучении приняли участие около 250 учителей. Занятия проводили по направлениям промышленный дизайн, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, IT, беспилотные летательные аппараты и гео. Педагоги обучились основам проектного управления в образовании и работе на 3D-принтере и лазерных станках. В течение 4 сессий прошли обучение порядка 250 учителей сельских школ. Они обучались на высокотехнологичном оборудовании, которое будет поставлено и в школе, где они работают. Может, более она усовершенствована, более сложная у нас, но тем не менее, вот такое современное оборудование будет поставлено и в наши сельские школы. С обзором коротких новостей вас ознакомит мой коллега Хамза Нурмагомедов. В Дагестане мужчина погиб под колесами собственного автомобиля. Несчастный случай произошел неподалеку от села Шари Агульского района. Житель поселка Тюбе пытался остановить машину УАЗ, которая скатывалась в обрыв, но попал под ее колеса и скончался на месте. Власти Дагестана помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Цумадинском районе, сообщает Пресс-служба Министерства труда и социального развития. В минувшую пятницу в ДТП погибли глава семьи, его супруга и двое детей. В семье Ахмедовых осталось еще трое детей, в том числе двое дошкольного возраста. По поручению министра сиротам оказали финансовую помощь, а также помощь в виде детской одежды, обуви и продуктов питания. Также семье будут обеспечены все необходимые социальные услуги на дому. В Кизляре 19-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Она спрыгнула с окна пятого этажа, сообщает источник в правоохранительных органах республики. Причиной тому предварительно послужили семейные проблемы. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в центральную городскую больницу Кизляра. Мэр Деребентах из Риабакаров поручил полиции разобраться в потенциальном факте разжигания социальной напряженности и возбуждении недоверия органов власти. Глава города встретился с родительским комитетом местного детсада. По его словам, ему поступила анонимная информация о поборах в одну тысячу рублей за констовары. Аналогичные сообщения появились и в соцсети Instagram. Но, как оказалось, родители это не подтвердили, и посты в социальной сети были удалены. Дагестанский тайбоксер Магомед Зайнуков завоевал новый титул. Накануне двукратный чемпион мира стал обладателем пояса китайского промоушена Янг Фэн Шоудан. Поединок с местным бойцом Луо Чао Зайнуков сразу начал активно. С первых минут воспитанник Кизлярской спортивной школы прибрал инициативу к своим рукам. И уже во втором раунде преимущество дагестанца вылилось в яркую победу. Он прижал соперника к канатам и провел серию ударов, один из которых точно попал в цель. Для Зайнукова эта победа стала уже 20-й среди профессионалов. Напомним, что в конце прошлого года тайбоксер выиграл интерконтинентальный титул чемпиона по версии Всемирного совета Муай-Тай. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова